Добрый день, дорогие друзья! Снова с вами вместе Парашат Беаалотеха прямо перед Шаббатом. И прямо перед Шаббатом хотел бы сказать вам, поделиться последнюю часть этой Параши, как Мирьям. Она разговаривает со своим братом Аароном. Это Мирьям, Аарон и Муше, они три, siblings. И она говорит со своим братом Аароном. И спрашивает Аарон, неужели, почему Муше сделал так, что он отделился от своей жены? Ведь мы же с тобой тоже правы, мы тоже с тобой видим пророчества. Почему Муше должен отделиться от своей жены? Она как женщина понимала жену Муше Рабену, что жена такая красавица, такая бьюрфл, great me dot, хорошие у нее человеческие качества. И она сказала, мне очень жалко эту женщину, почему наш брат, он с ней не живет? И, конечно же, история раскладывается, что Всевышний их зовет вместе. И он разговаривает вместе с Муше, вместе с ними, он отдельно разговаривает с ними, потому что у них был совсем другой левел профессии. И он говорит, что сам Всевышний с ними разговаривает, что я с вами, когда разговариваю бы, Мар-О, то есть я с вами разговариваю, вы ничего, в принципе, не видите, вы видите очень так мутно и плохо, как хамарот, то есть как через зеркало, как через много стекол. И вы не можете понимать меня так, как Муше понимает. Я с вами так разговариваю. Или же Гермияуанови, как он видел пророчество? Он видел, Всевышний спрашивал, что ты видишь? Он говорит, я вижу большой казан на севере. Тогда он сказал, о, с севера придет на Вухаднец, разрушит Иерусалим. Но таким образом Всевышний как бы раскрывал вот эти самые, он давал сначала хинц, потом он раскрывал эти самые навуа. И как обычно нови им видят эти самые пророчества? Они либо спят, либо даже если они днем, они вдруг падают и, ну, скажем, похожи на эпилепсию, они ложатся и они не в себе, то есть тело не может, душа не может выдержать, тело не может выдержать вот это самое раскрытие души, когда Всевышний разговаривает. И так пророки видят, но Муше не такой. И Всевышний объясняет Мириам сам, что Муше, Авдии, это совсем другое, в любое время могу прийти к нему. И поэтому, может быть, со своей супругой, может, человек для того, чтобы разговаривать со Всевышним, должен пройти какой-то процесс, через Микву, через Тата, муж и жена, жена без мужа несколько дней. И это, дорогие друзья, вот этот самый процесс. И знаете, и Всевышний сам сказал, Всевышний, кстати, это сирены на улице, Лашанара, это нехорошая вещь, даже, смотрите, сирены побежали. Всевышний говорит, Мириам, вы неправильно разговариваете, Муше совсем другой левел, совсем другая лига, конечно же, я не могу этого понять, очень трудно нам понять, что такое Муше, какой это человек. И таким образом, Всевышний делает так, что Мириам, у нее была проказа. В сегодняшний день проказа нету. То есть, у нее написано, как снег стала рука, белая, но сегодня этого нету. Мы не достойны, чтобы Всевышний даже давал нам такой warning, что мы неправильно что-то говорим. Anyway, и, конечно же, Муше, обратно-таки, famous предложение в Торе, когда Аарон подошел к нему и говорит, дорогой мой брат, мы согрешили, мы не знали, мы не понимали твой левел, и мы говорили что-то неправильно. Кстати, Аарон ничего не говорил, он просто слушал. Отсюда закон, идет Лешон Ара, тот, кто говорит, тот, кто слушает, тоже получает тот же самый грех. И тогда Аарон говорит, неужели ты не сжалишься над нашей сестрой? Пожалуйста, сжалься. Знаете, если бы я был на месте Муше, наверняка сказал бы, you know, вы сделали неправильно. All right, Всевышний вас наказал, теперь ждите, чтобы Всевышний вас вылечил. Муше был самый простой человек, и он сказал, благословил Мирьям сразу же, пять коротких слов, и Всевышний дает Мирьям обратно-таки то же самое здоровье, которое у нее, до этого было у нее проказа, уходит. Сегодня я хочу поговорить немножечко о Лешон Ара. How do you see it? Как мы хотим говорить. Я хочу вам привести пример. Человек, сегодня он жив, его зовут Бенджамир Зендер. Он является главным дирижером Филадельфийской филармонии. И он рассказал такую историю. Он был очевидцем, этот человек, он разговаривал с этим человеком. Бенджамин рассказывает, что была одна девочка, и она, кстати, ему это все рассказала, и во время гитлеровской Германии. Мальчики, девочки, брат и сестра только что разрушили их с их родителями, и Махшамам Зихрунам, этого Гитлера, разрушил их с их родителями. Родители отправил на газ-чембер, для того, чтобы их отравить газом этим самым. И эти дети остановятся, они заходят, заносят их в вагон, и тогда сестра видит, что у ее маленького брата нету одной туфли. И она говорит своему брату, как ты мог, как ты мог быть таким безответственным? Откуда я сейчас найду тебе туфель? Как мы будем ходить? Это Европа, это холодно. И она говорит, она начинает, вы знаете, как 15-летняя девочка может сказать, как может это сказать. и она стала ругать своего брата. И ее брат, он ничего не отвечал, потому что он видел, что он виноват, что у него нету туфли. И она говорит, у нас нету папы сейчас, нету мамы. Что мы будем сейчас делать, как ты мог? И знаете, их тоже после этого разлучает. Это был их самый последний разговор. этого мальчика тоже берут в гас-чембер, тоже берут его в вот эту самую комнату, где травят ребенка газом. И ребенок умирает. Эта девочка прошла через весь этот ад. Закончилась война. Кстати, последний 10 дней мая, да, мая это был liberation. И когда она вышла из этого самого, из этих ворот, знаменитые ворота, она сделала себе два resolutions. Она сказала, две вещи, я буду делать всю свою жизнь. Первая вещь, она сказала, я беру на себя, что я буду продолжать жить. Я дальше буду продолжать. Я буду еврейкой, я буду предан Всевышнему. Я буду продолжать. Вторая вещь, она сказала, я буду разговаривать с каждым человеком, как будто бы это мой последний диалог или монолог. Это последний раз я разговариваю с этим человеком, потому что она разговаривала со своим братом последний раз, не зная об этом. Она думала, что она будет с ним еще разговаривать и еще разговаривать. She takes it for granted. Но, к сожалению, этого маленького мальчика, маленького ангела зверски убили. Дорогие друзья, никто не вечен. Эта история дает мне каждый раз хизук. Дает каждый раз хизук, что твоя жена, твои родители, твои братья и сестры, твои дети это не твоя собственность. Ты не имеешь права с ними так разговаривать. Никто тебе не давал этого права. The individuals они имеют каждое свое слово, даже маленький ребенок. Мы не имеем права разговаривать, не уважая. Я это говорю в первую очередь себе. Мы не имеем права разговаривать свысока. Мы не имеем права, мы только можем разговаривать на каком уровне? На уровне индивидуал. Дорогие друзья, Мириам, она любила Мошера Бейну. Она была его близкая, близкий человек, она была его сестра, она его спасла. Кстати, весь народ должен был ждать целую неделю, пока Мириам очистится. Они никуда не пошли дальше по пустыне. Только из того, что Мириам когда-то, когда-то она посмотрела, куда идет эта самая корзиночка с Мошера с маленьким Мошей, которого мама отправила на реке Нил. Дорогие друзья, Мириам любила Мошей, Мириам любила его супругу, и она хотела только добро. Она просто не знала про уровень Мошера Бейну. И, кстати, он не стал говорить, о чем вы говорите. Это же я, Мошей, на совсем другом уровне. Всевышний должен был прийти и объяснить Мошей и Аром. Они делали это, делали это от любви к своему брату, от любви к его супруге, прекраснейшей женщине. Дорогие друзья, и Всевышний наказывает Мириам. Это урок для нас. Просто-напросто вспомните эту историю, которую говорит этот самый кондактор, дирижер филадельфийской филармонии. Он знал эту женщину, и эта женщина не могла простить всю свою жизнь самой себе, то, что она так разговаривала со своим братом. Этот разговор был последний раз. Никто из нас не вечен, никто не может гарантировать, что через пять минут, да через минуту, кто-то будет продолжать жить. Каждый разговор, который мы говорим, мы должны чувствовать, мы должны иметь ввиду, что это может быть последний раз. И кроме того, каждый человек создан по образу и подобию Всевышнего. И только из-за уважения Всевышнего, даже если этот человек не заслуживает. Дорогие друзья, истории, брат не разговаривает с братом, муж не разговаривает с женой, ребенок не разговаривает с мамой или с папой. Дорогие друзья, худо не разговаривает с худо, партнеры не разговаривают с партнерами. Это страшно. Мы делаем это только из-за того, что мы не видим Всевышнего в этом человеке. Каждый человек имеет частицу Всевышнего. Каждый из нас святой. Каждый из нас любим Всевышнего. Всевышний любит каждого из нас. Всевышний знает, сколько у тебя волос. Не только знает, что у тебя, я не знаю, 40 тысяч волос. Он знает каждый волос, не просто глобалый. Он знает этот 486 волос, 8 миллионный 56, 76 волос. Он знает каждый волос. Так Всевышний нас любит. Я очень люблю свою супругу, я ее люблю до безумия, но мне никогда в голову не приходило, чтобы посмотреть, посчитать, сколько у нее волос. Так Всевышний нас любит. Если мы знаем, что Всевышний нас любит, Всевышний любит того человека, которого мы тоже хотим сейчас унизить. И нам Ассур, даже circumstances, как Мирьям, Анави, Абрандеки, это не наша лига, мы не можем понять их святость. Даже такая лига, как Мирьям, как Моше, которые любили друг друга и хотели просто сказать за спиной из-за того, что любят друг друга. Всевышний наказал. Коль шакен, тем более мы с вами. Дорогие друзья, не разговаривайте со своими детьми, как будто бы мы их owners, они наша собственность. Это только в книгах русских Тарас Бульба сказал, я породил и я убил. Нету такой вещи. Всевышний дал тебе этот бриллиант для того, чтобы ты этот бриллиант раскрывал для того, чтобы ты раскрыл потенциал в этом прекрасном ребенке. Всевышний дал тебе мужа, чтобы ты раскрыла потенциал своего мужа. Всевышний дал тебе супругу, чтобы ты раскрыл потенциал своей супруги. Знаете, есть женщины, которые жалуются, что муж поднимает о них руку. That's wrong! Это неправильно! Но, дорогие женщины, я не знаю ни одного человека, который изучает святую Тору, который поднимает руку на свою жену. Отправьте своего мужа в Бэтмедраж. Тора для каждого человека, пусть он будет нерелигиозный, пусть будет ты нерелигиозный. Отправьте мужа. Самое лучшее лекарство для Шломбайта это дать мужу и жене дать мужу изучать Тора, дать жене изучать мусар. Возьмите прекрасные книги. Не нужен для Шонгара. И тогда человек становится совсем другим человеком. Знаете, в мое прошлое видео люди ставили коммент, что нету хороших сегодня равенов. Это неправда. я когда вижу своего равенов. Я как будто вижу ангела. Я смотрю на наших уроков. Этот человек специально приезжает с Лейквуда для того, чтобы нас учить. И мы учимся. God bless. Когда я учился в Яшиве, у меня был равен равшушан. Это был тоже человек как ангел каждый раз. Это человек. Не только они знают много. Они могут преподавать прекрасно. Но они такие люди. Смотришь на них и хочешь быть сам лучше. Потому что они созданы по подобию Бога. И ты создан по подобию Богу. Ты создана по подобию Бога. Всевышний создал тебя. Всевышний своими руками создавал тебя. Дорогие друзья, Всевышний создавал словами этот мир, этот мир. Давайте использовать свои слова в правильном назначении. Давайте использовать свои слова и не говорить «Лешон ара». Это самый глупый грех, который мы делаем, когда иногда не замечаем. Я в первую очередь говорю это самому себе. Давайте вспомним эту историю какой-то гитлерской Германии и как эта девочка, ее разговор с ее братишкой был самый последний разговор и она не могла себе простить всю жизнь. Но хотя она взяла урок и она разговаривала с каждым человеком после этого, как будто бы она разговаривает с этим человеком в последний раз. God bless you! Shabbat Shalom!